Всем привет, с вами Андрей. У нас, собственно, новости по игре. День рождения ShutterPixel Dungeon. День рождения у нас датировано 5 августа 24 года. И игре получается 10 лет. Соответственно, она выпустилась 14 года, 5 августа. Ну, я практически, грубо говоря, один день. Вы, конечно, посмотрите это видео чуть позже, но факт остается фактом. Ссылку я также предоставлю в описании, чтобы вы могли прочитать ее в случае необходимости. Перечитать, что если вы не поняли, что там. 10 лет ShutterPixel Dungeon. В этот день, 10 лет назад, я выпустил ShutterPixel Dungeon версию 0.1.0. Это крошечный первоначальный выпуск. Был моей первой серьезной попыткой разработки игр. И его раздали примерно 50 людям в Сабриде Pixel Dungeon. Перенесемся на 10 лет вперед. ShutterPixel Dungeon это моя постоянная работа. Около 5 миллионов загрузок. Около 150 тысяч продаж. На нескольких платформах. Даже спустя все эти годы ShutterPixel Dungeon открывает для себя больше новых людей, чем когда-либо прежде. Обновление, которое я делаю, становится все больше и лучше. Присоединяйтесь ко мне, чтобы быстро погуляться по берегу, как мы вспоминаем, увидеть что-то интересное, что еще впереди. 10 лет обновления визуализации. Собственно, даже с 2013 года. За последние 10 лет ShutterPixel получил 11 крупных обновлений. 36 второстепенных и 124 патча. Еще сотни бета-версий и внутренних версий. Я уже писал много об игровом процессе этих обновлений. Поэтому вместо этого я расскажу о некоторых из самых больших визуальных изменений, которые произошли в ShutterPixel за последние годы. Если вас интересуют новинки, то приходите к следующему разделу. Собственно, музыка. Во-первых, прежде чем к визуальным эффектам, послушайте немного музыки. ShutterPixel получила новую обновленную музыку версии 1.0 от Кристиана Ахари 100, заменяющей оригинальные треки из Pixel Dungeon. Хотя стереотические замены изменились, они стали намного грандиознее, точнее и были расширены, начиная с версии 1.0.0. Тема главного меню находится вверху, а внутри игровая тема внизу слева старая, новая справа. У меня не отобразилось. Значок игры, собственно, как менялся значок игры от версии к версии начиная от версии 0.1.0 и кончая версия 1.0.0 собственно как она менялась иконка прошла несколько ранних интеракций прежде чем остановиться на текущем золотом и зеленом дизайне сундуков и усовершенствовала его. Зачок сундука всегда был символом Pixel Dungeon поэтому оставить эту тему было бы очевидным выбором. В подавляющем большинстве версии Pixel Dungeon используют сундуки с измененными цветами и мне нравится думать что я положил начало этой тенденции. Титульный экран то есть начальный экран так называемый главный меню игры как выглядело раньше как выглядит собственно сейчас версия 1.0 версия 0.22 0.24 титульный экран начиная с простого перекрашивания факела а затем переноса эффекта свечения добавленного в Pixel Dungeon версии 1.7.5 сохранен изменен неизменное название Pixel Dungeon так долго в ретроспективе кажется глупостью но в самом начале шатарет не считалось отдельной игрой собственно вот как изменялось шатарет и вот собственно как вы уже ее видите на версии 0.82 она уже практически так же выглядит как вы ее и сейчас видите однако со временем я добавил подходящее уникальное изображение заголовка и в конечном итоге переработал и кнопки в исходном главном меню требовалось всего 4 большие кнопки но по мере того как я добавлял в игру все больше и больше функциональности возникла необходимость перепроектировать и расширить главное меню каждый экран главного меню был существенно изменен и полностью переработан выбор героя как раньше выглядел на версии 0.1 и как он выглядит собственно на версии 0.81 и выше пользовательский интерфейс выбора первого и второго герой не изменился по сравнению с исходным пиксель данжен версия 1.7.1 и 1.7.5 в конце концов переместил пользовательский интерфейс в окно и попытался добавить более подробную информацию о героях но затем снова стал перерабатывать весь пользовательский интерфейс добавив изображение героев вскоре после выпуска в стим я также сделал расширенную версию этого пользовательного интерфейса для пользователей настольных компьютеров ну опять же то есть человек думает и о ПК версии что очень удобно помимо мобильной платформы он еще и думает о ПК ребятах то есть что немаловажно вся история здесь в сплейш-артах создан Александр Комитов мне всегда хотелось включить более подробные изображения героев как вы можете найти на титульном экране классической компьютерной игры всплески играли важную роль как для деталей героев так и для визуальной идентичности шоторета я старался использовать их в рекламных материалах когда могу внутривизуальные эффекты собственно как менялась сама игра от версии к версии вы можете это увидеть собственно версия 0.1 версия 0.23 версия 0.31 игровой экран начинался с простых изменений сначала в дополнениях из Pixel Dungeon версия 1.7.2 а затем с изменением дизайна из-за которого одна из кнопок панели инструментов была изменена всего на 4 быстрых слота перемещение до 4 быстрых слотов было прямым ответом на растущую сложность с появлением новых полезных предметов особенно артефактов и значительных улучшений существующих предметов игрокам действительно требовался быстрый слот большинству большому количеству предметов одновременно собственно вот как выглядел в 0.41 в 0.50 и версии собственно 1.3.0 это уже собственно текущее скорее всего изображение как оно и сейчас выглядит позже в пользу интерфейс было внесено еще несколько небольших улучшений и дополнений а также одно изменение в визуальных элементах окружения в версии 0.5.0 пользователи настольных компьютеров также получили большие изменения в интерфейсе версии 1.2.0 с выделением пользователями интерфейсом с большим экраном на фото ниже пользователи мобильных устройств получили возможность быстрой замены слотов в версии 1.3.0 что является попыткой предоставить им до 6 слотов чтобы они соответствовали пользователям 6 настольных компьютеров вот собственно как у пкшников собственно отображается на самом деле это очень удобно самым большим изменением в общей визуальной части стала версия 0.5.0 изменение стены игры которые были приподняты а не плоскими было большой визуальной корректировкой в которой многие люди в то время сомневались но теперь без нее не могут обойтись форма самих уровней была полностью переработана в версии 0.6.0 если вам интересно узнать об изменениях в версии 0.6.0 вы можете почитать эти две записи в блоге которые на самом деле были первыми длинными публикациями в блоге которых я когда либо делал вот первая часть вторая часть вы можете перечитать если вас интересует более подробная информация об истории шатерет в целом прочитайте больше публикаций здесь и ознакомьтесь с журналом изменения в игре если вы хотите пойти еще глубже вы можете заглянуть на мой старый архив выпусков шатерет и старых выпусков пиксель данжен только для андроид эти архивы относятся к первым версиям обоих игр а пока давайте перейдем к тому что будет дальше новый пиксель арт оглядываясь назад на то как игра изменилась визуально вы можете заметить одну деталь почти нет самих визуальных непосредственно в самой игре сами визуальные эффекты непосредственно в самой игре большинство внутренне игровых визуальных эффектов пиксель данжен не изменились во всех обновлениях за последние 10 лет за исключением версии 0.5.0 однако вскоре ситуация может измениться я работаю с художником собираю отзывы за кулисами и наконец готов объявить о некоторых очень интересных визуальных улучшениях которые я запланировал для игры эти изменения направлены на улучшение пиксельной графики в игре сохраняя при этом существенный стиль игры это большое предприятие и сегодня у меня есть много ранних незавершенных рот которые могу похвастаться многие из этих изображений сравниваются существующие визуальные эффекты с новыми старая версия всегда находится либо сверху либо слева вы также можете еще угодно любое из этих изображений чтобы увидеть увеличенную версию собственно как раньше выглядело как сейчас я думаю вы кто играет в текущую версию шаттер пиксель данжен текущая у нас версия 2.4.2 вот собственно вы увидите изменения как выглядит раньше как выглядит сейчас я думаю это и так видно визуально визуально но если вы не играете в данный момент то получается у нас грубо говоря нечетные это текущая версия чет четная это старенькая версия то есть вы можете увидеть например первая строчка это у нас то что сейчас третья тоже то что сейчас и собственно пятая это то что сейчас а вот собственно вторая четвертая и шестая это то что было когда-то раньше эти строчки большая часть холодного оружия т2 и т5 от т2 до т5 в игре показаны вместе с образцами метательного оружия акцент здесь делается на том что вы храните сходство силуэту предмета одновременно улучшая затемнение чтобы добавить деталей и лучше передать форму вы часто увидите этот подход в различных образцах искусства здесь ну собственно здесь как здесь в принципе тот же самый принцип тут также получается первое это у нас идет грубо говоря первое третье и пятое это идет оригинал то есть который в данный момент а вторая и четвертая шестая это идет уже которая дублирующая вы собственно можете также увидеть существенное отличие как было раньше и как стало и сейчас выше показано различиями между предметами с аналогичными улучшениями некоторые изменения очень незначительны в то время как другие немного больше отклоняются от первоначального дизайна особенно мы охотнее играем силуэтом предметов когда кажется это оправданное улучшение местность как изменилось собственно обратите внимание двери немножко толщину переиграли теней стало больше особенно на второй стало чуть больше теней особенно по углам это сильно заметно хотя версия 0.5.0 действительно придала игре новый 2.5D стиль но в основном она просто переделала существенные визуальные эффекты стен а не использовала новый показанное выше это первая попытка настроить визуальные эффекты стен с помощью новой текстуры и более смелых контуров чтобы лучше использовать преимущество до 2.5D стиля выше представлен крупный план показывающий весь уровень канализации с улучшенными стенами и другими потенциальными дополнениями в настоящее время игра довольно часто повторно используют общие визуальные эффекты ландшафта что представляет много возможностей для улучшения детализации ну собственно вот вы видите весь уровень который представлен с улучшенными стенами персонажи как изменились обратите внимание тот же суккуб или например некромант это вообще так смешно выглядит суккуб чтобы вы понимали это первый моп в левом верхнем углу с синими волосами некромант под ним прямо идет а в самом низу обратите внимание жижа то есть вот эта черненькая масса так называем это жижа первые босс игры смотрите как выглядит смешно особенно с зубами или сундук с зубами это прям ого-го вот вот несколько перспективных улучшений в аргун от очень мягких дополнений к теням до довольно обширных изменений многие дизайны персонажей в игре довольно знаковы поэтому важно постараться сохранить их где это возможно а также улучшить детализацию затемнений и фона конечно у персонажей есть анимация поэтому вот несколько примеров демонстрирующие и ее многие существующих в игре анимаций достаточно жесткие и минималистичные так что это сделалось здесь много возможностей для дополнения деталей и изящества вот собственно обратите внимание какая разница значительная то есть старые персонажи и новые персонажи чтобы вы понимали где старые и где новые в самом верху это современные персонажи а чем ниже спускайтесь тем более старшие персонажи становятся почувствуйте разницу называется однако не все персонажи являются врагами и героев тоже можно учиться спрайты героев пожалуй самые знаковые визуальные эффекты в игре поэтому очень важно сделать это правильно потенциальная выгода включается в создании внутриигровых визуальных эффектов которые более точно соответствуют заставкам и лучше передают каждого персонажа в игровом мире и наконец в некоторых конкретных случаях мы также рассматриваем внесение более кардинальных изменений в дизайн врагов я думаю вы знаете что это за босс особенно если кто-то проходил игру если кто-то не проходил я расскажу это последний босс игры в общем прохождении так называемый йог джева собственно он имеет форму глаза и вот если разработчик ему что-то подобие вот этого нарисует глаза это прямо либо сможет сделать это прямо вообще будет красота на самом деле будет очень так это скажем так интересно придумано имеется ввиду что все это находится в стадии неизвершенного производства и я активно жду отзывов пожалуйста дайте мне знать что вы думаете очевидно что невозможно сделать всех счастливыми но принимать отзывы реагировать на них лучший способ гарантировать что новое искусство будет настолько хорошим насколько это возможно отзывы чтобы вы понимали вы можете отправлять собственно в плей-маркетах в плей-сторах собственно то есть на андроид и на ios это где скачиваете вы собственно игру в плей-маркетах в плей-сторах и там вы можете под самой игрой оставлять отзывы для разработчика чтобы либо пожелания либо какие-то дополнения которые вы хотели бы видеть вы собственно можете ему об этом написать там также у него есть дополнительная информация я скажу о ней чуть позже очевидно невозможно сделать ну это собственно я читал прежде чем что-либо из этого в игре появится предстоит проделать еще много работы и ни одно изображение показанное здесь не является окончательным спасибо за чтение из игру энтузиастов игроков шаттер пиксель данжен является причиной того что за последние десятилетия игра смогла так сильно вырасти огромное вам спасибо не зависимости от того были ли вы здесь со времен оригинальный пиксель данжен или только сегодня начали играть у меня пока нет никакой оценки того когда показанное здесь искусство появится в игре но ожидаю услышать больше об этом в будущем поскольку разработка шаттерет пиксель данжен продолжается что касается версии 2.5.0 следующего регулярного обновления шаттерет я все еще надеюсь упубликовать еще одну запись в блоге и выпустить бета-версию примерно через 2 недели то есть бета-версия плюс-минус будет ну в середине месяца августа что вы примерно понимали вот этот пост выпущен в начале августа месяца и собственно 2 недели как раз где-то середина августа месяца как всегда если вам нужны небольшие дополнительные обновления о разработке шаттерета вы можете подписаться на информационный бюллетень шаттерет и подписаться на меня в мастодон если вам нравится собственно шаттерет вы можете поддержать помочь мне продолжать его создавать пожалуйста поддержите меня на пантеон покровители получают доступ к еженедельным мини-блогам о предоставляющих обновлениях ежемесячные вопросы-ответы и опросы контента что кстати очень важно то есть ваше мнение по идее будет учитываться скучковаться и собственно вы будете участвовать в разработке игры на самом деле это интересно физические вознаграждения за лояльность и раннему альфа доступу к обновлениям это прямо вау раннее альфа альфа доступ это конечно угол вы можете обсудить эту публикацию в сообществе пиксель данжен лиме и нас на форумах сообщества стим собственно на этом все всем большое спасибо за просмотр с вами был Андрей всем пока